о войне это будет засчитано из книги к истинному православию то я не видно как-то тот свет падает плохо даже не знаю как показать надо высветить не подумал сразу вот к истинному православию игнатий лапкин барнаул 2007 год 480 страниц 3000 экземпляров второе издание и на 299 странице тема а я вам говорю любите врагов ваших кровавая больная веками однопока и ложно толкуемая тема это на всей земле одно семейство адам и оказалось что каину помешал родной братавель которого он и убил пролив первую братоубийственную кровь от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем диане 17 26 27 3 езды 7 глава все мы братья по происхождению а некоторые по вере в христа иисуса а дьявол человека убийца клевещет всем друг на друга ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человек убийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи и она 8 44 и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и власть христа его потому что низвержен клеветник братья наших клеветавшие на них перед богом нашим день и ночь откровение 12 10 чтобы люди убивали один другого уподобляясь дьяволу причина к убийству разные завладеть чужой часть честью имуществом землей женой или защищая все это или желая властвовать и до христа были воины и поныне они также уносят миллионы жизни в христианстве хотя бы как-то видны изменения от нагорной проповеди во всем о чем говорит спаситель во всем кроме войны и убийства тут все остается также и спасительный крест христов призывает уже не к несению скорби и страданий а к убийству только нужно это изображение креста изобразить на своем боевом знамени а а потом и награждать христолюбивое воинство георгиевскими другими крестами легионеров христиан и язычников матфея 5 21 48 шесть раз сказанное сыном человеческим а я говорю вам как будто не говорено нам а я то есть совершенно противоположное а гневе а клятве а ненависть и убийстве все остается как и было придумали что враги разделяется на три части и одних нужно любить других ненавидеть от третьих уничтожать и выходит самые опасные враги это враги земного отечества тут и филарета вспомнят экклесиаса 3 8 время войны и время миру время евангельской проповеди время христианства когда иная война без меча и без копья поэтому во время войны мехмазкой не было ни меча ни копья у всего народа бывшего саулом и анафаном а только нашлись они у саула и анафана сына его 1 царь 13 22 война есть бич божий наказание за грехи народа смещенников и вождей и наведу на вас мстительный меч отмщения за завет если же вы укроетесь города ваши то пошлю на вас язву и предам преданы будете в руки врага а вас рассею между народами обнажу вслед вас меч и будет земля ваша пустая города ваши разрушены левита 26 25 33 у меня отмщение и вас дам когда поколеблется нога их ибо близок день погибели их скоро наступит уготовленное для них уготованное второе законе 32 35 если человек отрекается от закона божия то меч пожирает его по повелению божию если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас ибо устах господни говорят исаи 1 20 и никакая сила в мире не спасет человека вас обрекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклане потому что я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали зло и в очах моих избирали то что было не угодно мне исаи 65 12 и самое храброе безумеют от меча и они выпьют и будут шататься и обезумеют при виде меча который я пошлю на них или имеет 25 16 и не ученые прапорщики будут побеждать хваленых генералов если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей чтобы пить то скажи им так говорит господь савовов вы непременно будете пить еремея 25 29 и напрасно будут тогда просить благословения патриарха чтобы побить безбожников лютых умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом потому что сии истоевают поражаемой недостатком плодов полевых плач еремея 4 глава 9 стих и скажи земле израилевая так говорит господь бог вот я на тебя излику меч мой из ножен и истреблю у тебя праведного и нечестивого вы опирайтесь на меч ваш делайте мерзость оскверняете один жену другого и хотите владеть землею из и кире 21 3 33 26 ибо опираются на меч они на господа отмеча умрут все грешники из народа моего которые говорят не постигнет нас и не придет нам это бедствие амоса 9 10 и умрут все грешники отмечай пастыри исчезнут и будет на всей земле говорит господь две части на ней будут истреблены вымрут а третье останется на ней захария 13 7 со своими благословениями справедливой в кавычках войны если вы не послушаетесь если не примете к сердцу чтобы воздавать славу имени моему говорит господь савов то я пошлю на вас проклятие и проклину ваши благословения и уже проклинаю потому что вы не хотите приложить к тому сердце малахия 22 когда пусть человека и народа угоден господу он посылает своего ангела с мечом числа 22 23 чтобы защитить даже ослицу и убить негодного пророка и сам господь бросает камни с неба на врагов и суставе 10 11 и даже лес погубит больше чем воинское оружие второе царство 17 8 молитва раскаяния со слезами и войска врага в одну ночь окоченела в смертных мужчин без единого выстрела 4 царство 17 глава и исаи 37 глава ибо он бог спасет бедного от меча во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча и о 5 15 20 и господь обращает меч одного врага на другого судья 7 21 7 ибо бог спасает не луком и мечом оси 1 7 но духом у своих откровение 1 16 она несла острый меч неизменное твое повеление и став наполнила все смертью она касалась небо и и ходила по земле премудрости 17 16 ибо слово божие острее всякого меча евреям 4 12 в руке господа все концы земли и в его власти не допустить рождение мама и гитлера но когда люди согрешают то меч призывается на них еремея 25 29 и по кругу земли разольются страшные войны 3 езды 15 5 и мечи летающие снаряды ракеты 15 41 и кто отклонит меч 16 3 и все нации пойдут на нас и не мечи на орала перекуют соседние государства исаи 24 но серпы на копье и орала плуги на мечи что отмстить за отступление от бога я или 3 10 мехея 4 3 и нам павильона перешагивая из ветхозаветнего состояния а я говорю вам взять меч духовный которые слово божие и фестянам 4 12 и тогда ничто в мире не отлучить нас от христа даже война римана 8 35 или отказ воевать плотским оружием бог силен был сделать так что при казни потита 1 июля тело его стало твердо как железо и или меч сделался как воск от удара в шею эмильян 18 августа когда мы верны христу то твердость наша будет как железо а сердце врага сделается как воск и такое было но если бог допустит то и амафором во время литургии задушат еретики павел исповедник 5 ноября в ветхом завете врагов и законы и достойно похвалы убивать было послание афанасия камону а я говорю вам благословляйте проклинающих вас в новом же завете даже спустя три века и более святые отцы еще удерживались даже при христианских царях на той ступени где убийство на войне было и непохвальное и незаконно правило василия великого восьмое находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить невразуметь но истребить их есть вольный убийца бросил так острое железо что удар от тяжести железа и от остроты его и от стремления через большое пространство это выстрел по необходимости надлежало быть смертельным есть вольное убийство это и никакому сомнению не подлежит убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство извиняя как думает сомне с поборником целомудрия и благочестия но может быть добро было бы советовать чтобы они как имеющие нечистые руки три года удержались от приобщения только святых тайн василий великий правило 13 вальсамон и зонара согласно замечают что предлагаемый василием совет вообще не был употребляем в действиях как по неудобству так и по уважениям в начале всего же правила изложенным сноски под правилом от кого неудобства от того что действия воинов несовместимы со званием христианина а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства неудобства от сравнения с учением евангелия а значит и неуважительно будет ко всем кто блюдет интересы отчизны царя как же на три года отлучать от причастия их а значит и тех священников которые были на войне и тех кто их послал а значит и царя и по неуважению ко христу к новому завету к евангелию пусть уж воюют когда нет покаяния тогда война у ворот номер два избрали новых богов от того война и ворот виден ли был щит и копье судей 58 исход 13 7 тогда против нас рождается гениальная военная стратегия щенхисхана внутри страны карабахи чечня и все друг против друга в смутное время почему же явление креста на небе не было понято так что вот любовь христова зовет нас евангелизировать вражеские полки его верховный штаб их царя а было чисто поязычески понято крест изобразить на знамена и новые крестовые походы уже пошли против православных от католиков христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей что христианам запрещено всякое убийство а потому и убийство на войне так во втором веке перешедший христианство философ татьян считает убийство на войне также недопустимым для христиан как всякое убийство а потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина почему нам это сегодня не считают ну хотя бы на равны сказали ну вот эти вот воевали это святые а вот эти не воевали тоже святые нет никто даже не знает александр невский александр маслябе пересвет найдут в том же столетии афиногор афинский говорит что христиане не только сами никогда не убивают но избегает присутствовать при убийствах в третьем столетии климента александрийский противопоставляет языческим воинственным кавычках народом мирное племя христиан но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый оригин прилагая к христианам слова исаи что придет время когда люди перекуют мечи на плуги окопи на серпы он совершенно определенно говорит кавычки мы не поднимаем оружие не против какого народа мы не учимся искусству воевать ибо через иисуса христа мы сделались детьми мира отвечая на обвинение с цельсом христиан в том что они уклоняются от военной службы так по мнению цельсия если только римская империя сделается христианской она погибнет оригин говорит что христиане больше других сражаются за благо императора сражаются за него добрыми делами молитвой и добрым влиянием на людей что же касается борьбы оружием то совершенно справедливо говорит оригин что христиане не сражается вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае если бы император их к этому принуждал интересно проверка началась а но все второй век еще в войсках найдено было 11 тысяч христиан все войны были захватнические ничего не защищали получали деньги все и священники знали разве рожденно свыше может так искажать слова христа также решительно высказывать тартулиан о невозможности христианина быть военным кавычки не подобает служить знаку христа и знаку дьявола говорит он про военную службу крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам так да и как воевать без меча который отнял сам господь неужели можно упражняться с мечом когда господь сказал что каждый взявший за меч от меча и погибнет и как будет участвовать сражение сын мира безумствует мир во взаимном кровопролитии говорит знаменитый киприан и убийство считаемое преступлением когда люди совершают его по одиночке именуются добродетелью если делается в массе вот собрались вместе пошли теперь убивает теперь награда ему крест будут полный кавалер креста преступником приобретает безнаказанность умножение ярости в четвертом веке лактанцы говорит тоже не должно быть никакого исключения в заповеди божией что убить человека всегда грех носить оружие не дозволено ибо их оружие только истина ни одного слова это священники не говорят сколько на совести тех как смирнов сколько они благословили танки в чечне и везде у меня один такой патриот в кавычках был лев лебедев пил не боялся ничего а боялся истину сказать но вот сегодняшняя власть я тоже подумал благословлять или нет и умер а мы теперь будем искать его благословение 18 февраля лев папа когда грозила гибель риму вышел котилле предводителю гуннов и варвар увидел двух ангелов возле первого иерарха и отступил не милиции не кисты охраняли митрополита будущего патриарха покоряйтесь народы ибо с нами бог так поют но так ли это чудо от принесения иконы владимирской было несколько раз 21 мая июнь 23 августа 26 вот три раза от махмед гирея крымского хана в 1521 году а вот ахмад хана в 1480 отношения тамерлана в 1395 году вот описание это по житьям святых при благоверном князе василий дмитриевич и втором 1389 1425 годы и митрополитики при они агарянский царь монгольский заводил тамерлан поднявшись с востока покорил много стран взял елец умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую искоренить веру христианскую направлялся к москве страница 463 за 3 августа жития святых сопротивление было настолько бесполезным что они мы не помышляли достойно но открыли все храмы и день и ночь шли молитвы к престолу божию объявлен был пост как в неневе тамерлан уже когда была принесена в москву из владимира икона божией матери был тревожный сон он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном бедении на небе женщины необыкновенной красоты и с нею мужей и как ему грозили они предвещая случай его похода на русских смерть и хотя его никто не преследовал он бежал страхи и давя друг друга его войска бросали оружие оставив свою добычу поражаемой без пролитий крови и был путь его против давнего врага россии астраханского хана который он разбил и сам внезапно где-то умер и все войско его как вода ушла в песок и через 85 лет летописец пишет нет ни оружие не мудрость человеческое но сам господь спас ныне россию советские историки не умея никак объяснить отступление тамерлана этого железного хромца вычеркнули его вообще из истории мы же считаем что военная стратегия тут не помогла но тот кто праведно судит и воинствует откровение 9 19 11 16 кто дарует непобедимое оружие своим свидетелем ефесянам 6 10 20 он один покоряет под ноги христиан сатану и его служителей римном 16 20 царь же полный сильного гнева с нечестивым замыслом вышел целым походом со зверями желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей когда иудеи видели пыль поднимавшийся от слонов выходивших из ворот исследовавших с ними вооруженного войска ну далее считайте сами до сих пор я перекинул тормозните прочитайте я просто не могу и вот места писания с неба его всадники и крест в душе святой никита 15 сентября константин 21 мая когда же путь народа божия не уводен в очах божиих то ни иконы ни ковщик не помогут но попадут в руки врага 1 царс 5 глава жития бориса 2 мая бесы боятся креста но злой человек и креста не боится корнилий гумен псковский 20 февраля вышел навстречу ивану грозному он же приблизившись выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом и этот сына убийца еще до никона то есть старообрядец называется благочестивейшим защитником православия таких лютых не было и у еретиков меч не пригоден для защиты даже за христа вложи меч твой в его место матфея 26 52 в его ветхозаветное место а отныне же кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом откровение 13 10 христос навеки убрал меч из рук своих последователей но враг же может нас пленить говорят а я говорю вам плен как и война тоже есть наказание за грехи наши если ты когда перейдете за иордан в землю который господь бог ваш дает вам будешь слушать гласа господа бога твоего тщательно исполнять все заповеди у которой заповедую второго законе 28 1 всех пастыря твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и постромлен за все злодеяния твои или имея 22 22 языкиль 30 17 18 за это остались в плену и вот пали отцы наши отмеча а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне 2 параллельпинон 29 9 со дней отцов наших мы великой вине до сегодня из-за беззакония наши преданы были мы цари наши священники наши в руки царей и наземных под меч в плен и на разграбление и на посрамление как это и ныне первое ездили 9 7 и отдал в плен крепость свою и славу свою руки врагах псалом 77 61 зато народ мой пойдет в плен не предвиденно и вельможи его будут голодать и богачи его будут томиться жаждаю не зверли спали вместе не могли защитить носивших и сами пошли в плен исаи 5 13 46 2 и для согрешающих живущих не раскаяно плен будет продолжителен ибо он и к нам вавилон пристал сказать плен будет продолжителен стройте домы и живите в них разводите сады и ешьте плоды их и риме 29 28 зато ныне пойдут они в плен во главе пленных и кончится ликование изнеженных амоса 6 7 решено она будет обнажена и отведена в плен и рабы не будут стонать как голуби ударяя себя в грудь но и он переселен пошел в плен даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц а знатных его бросали жребий и все вельможи его окованы цепями на ум 2 7 3 10 и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена язычников лука 21 24 ибо кто ведет в плен сам пойдет в плен откровение 13 10 номер 3 плен же святых не страшил сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен и земли израильской маленькую девочку и она служила женение имановой 4 сарс 5 2 и когда они в земле в которую будут плененые войдут в себя и обратятся и будут молиться тебе в земле пленения своего говоря мы согрешили сделали беззаконие мы виновны 2 параллель поминон 6 38 это все имеет силу для тех кто верит в будущее царство христа которое будет во веки веков с позиции вечности все выглядит иначе и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их псалом 105 46 при всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих доколе не были пленены из земли своей и рассеянной по всей земле сераха 48 16 из плена выводили не войсками и силой оружия но благодатью данной от бога святым жития святых 12 июня петр афонский обещал монашество уйти и вывел из плена святой николай 4 ноября и они ки великий вывел не раз из болгарии пленных невидимо и однако святому сему много ли посвящено храмов и оники 11 мая мефодий выпросил 900 пленных 25 июля макарий желтоводский отпущен ханом и с ним 400 человек 11 декабря никон сухой пещерский не пожелал из плена выйти и бог в цепях доставил его из плена 23 апреля георгий победоносец юноша из плена а сарасын доставлен им 28 февраля левый епископ поддал себя в плен за трех больных пленных но в пути сам заболел и был усечен и хотя житья святых как доказывает были стилизованы по существующие правители их строй предимите ростовском то но из этих жизнеописаний видим что воины христиане были в висках языческих императора всегда во все времена уже с начала второго века 6 сентября ромил войсках трояна 98 117 годы было обнаружено 11 тысяч христиан не будем же говорить что языческие деспоты все бывшие гонителями христиан были честные и были освободительные они захватнические войны и и приходится признать или все же были это не христианские специальности быть наемным военнослужащим или слов христа не убей не клянись и не было 11 ноября виктор христианин воин узнали о том только тогда когда его послали истреблять христиан и он отказался это исполнить а воевать это не возбранялось считать за врага и убивать того кого и в не видел до толи и только потому что это повелел языческий военачальник 10 октября феотекан среди воинов было много христиан 30 мая исааки дал мацки бог возвих варваров с дуная были ли тогда отказники которые понимали бы учения христа так как господь изрек свое мучение вот несколько житий святых 7 ноября и урон в царство не деклетиана одного из лютейших гонителей христиан начала четвертого века повелел записать войско всех годных военной службе мужей и юношей но кавычки открыты и урон отказался идти с ними считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками вместе нельзя поврось значит можно страница 136 ночью блаженному ирону явился некто одетый в белой одежды и возвестил ему кротким и полным любви голосом спасение ирон благовествую я тебе правым путем идешь ты так как идешь подвязаться за столя небесного не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать 21 апреля страница 314 мученик феодор вместе с другими юношами был приведен и феодор на военную службу призван военачальник положил на него как и на остальных юношей воинский знак форму надел но святой феодор немедленно сбросил его с себя сказав я знаменую на чрево матери моей моим небесным царем господом иисусом христом и не желаю быть воином для другого царя и был казнен 3 февраля роман углический не хотел сопротивляется баты ию страница 38 кавычки не сопротивляется бесплодно а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам 19 августа андрей страти лад андрей был тысяченачальником полковником от него уверовала 2593 воина и когда они уходили от преследовавших их то вошли в ущелье и ждали своих убийц ним обратился святой андрей встречу друзья братья и дети мои ныне время благоприятное ныне день спасения будем же единодушно и твердо стоять в любви божией как повелел нам господь и не станем поднимать рук наших на преследующих нас но поднимем их богу с молитвой и благодарением за то что он дал нам дожить до сего времени когда мы получим наследие со своими святыми пострадавшими от него и так будем молиться ему как молился святой первомученик стефан когда иудеи побивали его камнями говоря господи иисусе христе прими душу рабов твоих которые мы предаем в руки твои кавычки закрыты когда они так молились их на стих селевк со своими воинами обнажив мечи и заткрижетав зубами не как звери бросились на стадо христова святые же воины христовы хотя как храбрые и опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц но подражая господу своему как не злобивая агнцы отдались убийцам своим на заклание преклонив колено они протянули шеи своим на заколение под мечи и воины селевка без милосердия посекая их в короткое время всех перебили пострадали в воскресный день во втором часу дня это страница 300 236 и вот что известно за истории церкви в честь отказников от службы нет поименованных храмов нигде и может стать что никогда и не было а чего же так не потому лишь что и память их не торжественно отмечается и народ об их житиях не знает ничего и как бы не было таких святых но бесчетное число раз повторяется одни те только подвиги и тех святых что выгодно трактовать для существующего строя даже явным безбожникам нравятся поступки те ну дальше посмотри какая статистика в святых сколько мужских имен храмы прочитайте то есть а полезно знать сколько имен и вот этих святых никаких именных нигде никто не знает архангелов прочитайте здесь я не могу читать безбожники постоянно муссирует только один подвиг святого сергия радонежского благословил на войну с татарами за независимость родины дал двух иноков на войну хотя это есть прямое нарушение канона в церкви епископ или пресвитер и диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба то есть римское начальство и священническую должность добудет изверженность священного чина ибо кесарево кесаря а богу богово апостольское правило 83 учененым единожды в клир и монахам определили мы не вступать ни воинскую службу ни мирской чин иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому что прежде избрал для бога таких придавать анафеме шестой вселенский собор седьмое правило то есть сергий радонежский прямую анафему получает согласно этого правила номер четыре из всех ветхозаветных святых дьявол спорил только об одном теле о моисеевом теле иуда 9 10 почему одно из толкований говорит забывшее убийство египтянина он не достоин доброго погребения из новозаветных русских святых подобное мы видим только на двух святых на святом сергий радонежским рерихи называется перевоплощенным сергием радонежским в их телах якобы его душа за что не за то лишь в кавычках благословение которого как говорится в тайне святых и не было а только святой серги наклонившись князю демитрию предсказала победе переделали все и только изображение святого александра невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене александра невского только он и никто другой почему не закрофли пролитую человеческую и дальше про александра невского почитайте здесь я так быстро проверну о нем пишет от юности возлюбил иси христа да не правда же это и понятно как сердце патриота возмутиться слыша это ему поблазь на кощунство в этих рассуждениях но без гнева и сомнения поднимите руки к богу если они не в крови одобрения и совершения убийства а грех одинаков и на том кто убивает и на том кто благословляет на войну и на том кто просто считает что нужно против плоти воевать убивать людей по другую сторону баррикад убивать тех кто не так верит или не с той стороны границы стоит посмотрите первое царств я просто места эти писания даю просчитать ему нужно александру так составить канон от юности был патриот земной родины от юности возлюбил и сегоинское дело любя независимость своей любимой земной родиной одержал многие земные победы но в скорбный час смерти от трех соиси от всей суетной славы приняв ангельский чин и ныне заступных земли русской прибываешь перед престолом господа саваофа надлежало ли вам ради бога говорить неправду и для него говорить ложь надлежало ли вам быть лицеприятными к нему из-за бога так припираться строго накажет вас бог хотя бы и скрытно лицемерите и и 13 7 10 вот как раз помнишь теперь спиридона кисликова где он на войне пишет благословлял на войну поднимала потом когда раскаялся и все проклинать начал сам себя такой был миссионер среди бурят трудился но до революционное время подражает душа житиям от евдокия 1 марта сам был монгуре 26 октября до счета бра меркурий просто прочитать надо будет вот так считаем это разразится буре у евреев кровью пылью до неба 70-71 году почему же хрисосы апостолы нигде не призывали становиться в ряды зелотов тогдашних революционеров народных мстителей сикариев кинжальщиков из-за угла чтобы освободить родину от захватчиков почему христос не заповедал дух патриотизма не вооружил учеников чтобы освободить свою причистую матерь и дорогую родину от вражеского плена патриот это человек любящий свое отечество преданный своему народу какое где наше отечество у христиан отец наш сущий егова на небесах чем же светится имя его согласно 13 правил василия великого на три года отлучается от причастия за сколько убийств а женщина за ващребий убьет одного ребенка аборт 10 лет николай японский сказал своей японской пастве молитесь за победу японского оружия а сам закрылся в своей комнате и очевидно молился за победу царя русского чья молитва тогда победила 905 год кого бог услышал или чья молитва была в грех вот это место еще прочитайте 1 и она 5 16 серахов 34 24 один молится другой проклинает у святых начиная от авраама пока не было границ своей земли отечество было только на небе но это все прочитать можно не потому ли михаил александр шолохов удивляется лжепатриотизм выводит патриотизм это последнее убежище всех негодяев от каждого котелка как от червивой собаки за версту воняет патриотизмом земной патриотизм ведет национализму высокомерию шовинизму лжепатриотизм естественно впадает в антисемитизм русофильство и русофобию небесный патриотизм это жертвенность полная отдача всего на алтарь евангелизации своего народа непрерывная молитва духовном пробуждении этого народа чтобы проповедь и богослужения были народном разговорном языке понятным любому простолюдину вот как здесь все написано считайте это место не знаете какого вы духа спрашивает а что делать если нападают разбойники на тебя или дом твой на родину твою так и стоять опустив руки нет не опускать а поднимать к богу желаю чтобы на всяком месте произносили молитву мужей воздевая чистые руки без гнева и сомнения 1 тимофей 2 8 предпринимай все возможное что только не сделает тебя убийцы василий 55 убийцы если тот кто на смертельный удар и далее все места просчитывайте здесь легкую рано это я беру каноны прямо каноны и цитирую их какие святые что они делали вот теперь дальше все житья святых просто дата и проще сами прочитать и на воров разбойников кормили обращали к богу я не могу считать один сижу здесь ну тут уже основной материал прошел а это житя святых а я говорю вам то есть новое совершенно в противовес иначе чем было сказано живущим в древние времена там порази врага на подступах границ обманом проникни в их стан от стеки голову и начальнику а я говорю вам молитесь за обижающих на корме голодного врага утоли его жажду люди мира патриота земного отечества скажет это предательство разложение армии гибель нации к чему мы придем отвечая к чему мы пришли видим ибо доделали все вопреки нагорной пропаде христа как интересно красный террор мельгунов пишет об этом взорвали что-то ну такие были патриоты царскую власть или что хотели вернуть то но убила и убили там шесть человек всех заложников которые были взяты ни в чем не люди не в этом не повинны были даже где-то там и князья и сразу несколько тысяч расстреляли а тот думает вот я кого-то убил двоих тысячи и все его проклинают а я говорю вам неисполнимом утопии потому что этих христовы слова заповеди не для невозрожденных номинальных христиан а для рожденных свыше верующему все возможно ибо с распятия христа наступило тысячелетнее царство его на земле рассуждая о прошлом россии видим не будь ею захвачено столько земли на которую жадно смотрят полтора миллиарда соседей с юга и нет сил освоить обиходить защитить и удержать эту одну шестую часть суши да могло ли бы состоять и торжество дьявольского учения сразу на таком пространстве то удваивали территории до аляски и кому это досталось когда пришел сейчас выбор порт артур где и польши захватили финляндия вроде это но особые губернии ищут причины крушения царя россии церкви вот дальше прочитайте все и вот да еще показа жития святых но за все считали все знаете теперь о клятве нельзя клясться прочитайте все местах василий великий говорит ян златоуз употребляющим клятву запрещая переступать порог церковной зато вот в том 9 страница по автомам вот как точно все показано все на этом аминь все на этом аминь